Привет! Что это такое? Это вам не банк огурцов, хотя если перевернуть, то уже банк огурцов или даже кротовуха, но мне больше напоминает кактус. И что это? Хомпот новый? Нет, это бум. Большая колонка и бум мини маленькая. Что еще за бум такой? Первые колонки от Sber Devices. И большая версия у нас есть во всех цветах, выбирая не хочу. То же самое с маленькой, 5 оттенков. Не секрет, что эта колонка призвана составить конкуренцию Яндекс.Станциям. С ней мы сегодня тоже сравним, с Хомпотом сравним. Я не буду говорить, да, уделали. Не уделали. Но здесь есть свои фишки, качественный звук и очень приятная цена. У нас сегодня еще и розыгрыш будет сразу двух колонок в конце. Но я думаю, вы уже знаете, что делать. Все, что вам нужно знать для начала. У большой версии 40 ватт мощности. Напомню, что у станции 2 30 ватт. Очень приятная цена для маленькой версии. Прям очень приятная. И, наконец, все это, на удивление, неплохо работает с голосом. Понимает контекст. И можно одновременно давать сразу несколько заданий. Салют. Выключи свет в зале. Подними шторы. И включи чайник. Сейчас же сделаю это. Да, но, правда, он ничего не сделает. Потому что у нас здесь ни штор, ни чайника, ни умного света. Но мне все это демонстрировали в секретной лаборатории СБЕР. И вот там это работало действительно хорошо. То есть главное говорить фразу «и». Что ты говоришь, потом добавляешь «и» и даешь еще одно задание. А вот что касается контекста. Салют. Кто такой Федор Конюхов? Российский путешественник. Писатель? Художник? Салют. Где он родился? Чкалова. Салют. Сколько ему лет? Возраст запрашиваемого человека 71. Ну, хорошо же. Правда, что-то я заигрался. Давайте про колонку. Вот сразу процент. 12 тысяч рублей за Сбербум и 4 тысячи рублей за Сбербум Мини. Уже можно заказывать на сайте Сбер Девайсес. С 31 января в продаже будет в Сбершоп, на Маркетплейсах, в магазинах электроники и даже в некоторых отделениях Сбербанка. При этом при покупке дают 60 дней подписки Сбер Прайм за 1 рубль. А еще умная лампа Сбер А60 в подарок, которая отдельно стоит около 1000. И поэтому, если брать стоимость лампочки, то колонки вообще выходят в 3000 и в 11 тысяч рублей на фоне стоимости Яндекс.Станции 2. А за 17 тысяч это прям здорово. Потому что я считаю, что большая колонка Яндекс.Станция 2, ну, должны стоить примерно одинаково. А это отличный прецедент и повод для того, чтобы пересмотреть цены. Таким образом у нас растет конкуренция и это прекрасно. По цветам. У большой есть черная материя, туманный белый, лунный серый, галактический синий и марсианский красный. Выбирайте, какой нравится. Мини-версия совпадает лишь по двум цветам, белая и красная. Но помимо этого есть еще синий Нептун, безоблачный голубой и звездный желтый. А самое забавное, что для миника нет черного цвета. Ребята решили сделать жизнь веселее. И правда есть еще один нюанс, потому что большая версия на старте будет продаваться только в черном варианте. А вот все остальные цвета подъедут уже попозже. Ну что, давайте смотреть. Предлагаю сначала целиком обсудить большую, а позже посмотрим на маленькую. И начнем с распаковки. Значит, коробка отечественная, разработка отечественная, колонка отечественная, я отечественный. Но знаете, какая самая крутая фишка, которая здесь есть. Когда ты вынимаешь колонку, ты вот так вот берешь, и это пакет с ручками. Ну, это просто гениально. Здесь есть инструкция, QR-код, чтобы все настроить. Достаточно подробно, разобраться можно будет. Сама колонка у нас тоже белая. Видимо, ее мы и разыграем. Хотя, думаю, отдадим любой цвет, который понравится. И еще в комплекте есть зарядник, кабель. Все это отдельно. Вот такой блок питания с Type-C. Кабель тоже Type-C. Плотничком сделано. Да, приятненько, приятненько. Что по дизайну? Вот эти два цвета мне, наверное, больше всего нравятся. Это серый и красный. Вот эти пластиковые полосы, назовем их ребрами жесткости, они исключительно для визуала, но при этом они никак не влияют на звук, не портят его. А вот под ними уже меланжевая ткань, пряжа из волокон. Все это, как и сказал, напоминает кактус. И выглядит это не так строго, как вторая станция, но в качестве декора прям отл, как по мне. Скажем так, чуть веселее Сбербум. В верхней части колонки есть светодиоды, которые реагируют на голос. Салют, как дела? Что там по погоде у нас? Сейчас идет умеренный снег, он закончится ночью. Температура минус 2 градуса и почти... В будущем обновлении обещают, что вот эти диоды будут работать в такт музыки, так что ждем. Ну а сверху у нас присутствуют кнопки. Кнопка выключения микрофона, физическая, с размыканием контакта, как вы привыкли. Прибавить, убавить громкость. Ну и кнопка включения ассистентов салют. Самое главное, что эти кнопки физические, не сенсорные. И это приятно. Но жаль, конечно, эти кнопки. Пользоваться вы ими не будете. Потому что все оно отлично управляется голосом. Смотрим, что есть снизу. Порт Type-C с углублением, чтобы колонке ничего не мешало. Ну и прорезиненная основа, чтобы она плотничком стояла и никуда не делась. Тут же написано, разработано в России. Это мы поддерживаем. Собрано в Китае. Пойдет. Что ж, сравним звук с HomePod и Яндекс.Танцы. Давайте попробуем. Вот такая песня у нас будет. Сейчас играет Сберн. Воспроизвожу через Bluetooth. Потому что, извините, права. И за эти права нас могут нагнуть. Так, подключим Яндекс.Станцию. Алиса, включи Bluetooth. Ну, по качеству все супер, но бас сильно отличается. То есть, вот тут баса, не знаю, раза в три меньше. Так, ну и HomePod давайте. Для этого у нас есть iPhone Danilo. Вот этот вот. С удобным методом оплаты. Мне нравится, как пыль полетела. Ну, у HomePod звук лучше, однозначно. Но не стоит забывать, что... Он, кстати, не сильно лучше, я бы сказал. То есть, он, да, лучше. Но это, извините, и 30 тысяч рублей за первое поколение. А вот этот 12 тысяч рублей. Как бы разница существенная. Из всех HomePod звучит лучше. Я бы на второе место поставил Сбербум. И на третье Яндекс.Станцию. Но скажу, что все три колонки звучат хорошо. В сумме. Ну, а в любом случае, я не рекомендую брать первое поколение HomePod. Потому что стереопара работает отвратительно. Поверьте, я проверил. Сири работает тоже очень плохо. В принципе, Сири плохо работает. И ни в какую сравнение ни с Алисой, ни с Салютом не идет. Хотя, возможно, второе поколение HomePod порадует. Посмотрим. Ну, и в целом, мы несколько раз все это прослушивали. И Сбербум звучит лучше, чем Яндекс.Станция 2. Это так. А что тут для звука-то вообще сделали? Ну, во-первых, уникальный дизайн акустической камеры. Звук 360 градусов. Как ни поставь колонку, будет звучать одинаково. Учитывает она отражение от стен. 40 ватт звука, 4-дюймовый вуфер внутри, один твиттер и два рефлектора по краям для расширения диапазона низких частот. Баса тут хватает за глаза. Во-вторых, эта новинка поддерживает и мультирум, и стереопару. Более того, можно собрать сразу две стереопары. Хоть три, хоть четыре. Все это будет работать вместе. Количество колонок зависит от пропускной способности вашего роутера. И плюс стереопару можно собрать голосом. Не через приложение, а просто говоришь. Салют, собери стереопару. Ну, у нас уже собрано, на самом деле. Но, чтобы вы знали. Еще одна фишка, которая станет доступна в будущем. Если у вас есть Сберпортал, либо Сбертоп, и из колонки играет какая-то музыка, здесь все это будет отображаться. И прямо отсюда этим можно будет управлять. Ну и киллер фича. Колонку или колонки в стереопаре можно будет подключить к Сбербоксу, либо к телевизору на Салют ТВ, чтобы смотреть фильмы. И подключать, передавать звук беспроводным путем по Wi-Fi и без задержек. У меня когда-то была идея так сделать с HomePod'ами. Я даже так сделал, подключил Apple TV, но там и задержки, и постоянно все отваливалось, все работало плохо. Посмотрим, как будет здесь. Ну и забыл сказать, чтобы музыка играла во всех колонках в доме, необходимо сказать Салют. Играю музыку везде, и дело в шляпе. Мультирум работает. Можно подключиться и по Bluetooth, для этого необходима активация с помощью голоса. Но, как и в Яндекс.Станции, в Сбербум нельзя включить Bluetooth, если нет сети Wi-Fi. А такое бывает часто. Ты куда-нибудь пришел, сетки нету, хочешь подключиться к колонке, но Bluetooth ты не можешь привязать, или в огород вышел, понимаешь, что нельзя включить, пошел обратно домой, голосом активировал, создал связь с телефоном, и только после этого принес обратно. Но, ваш покорный слуга договорился со Сбером, разработчики приняли мою идею, и в будущем можно будет активировать Bluetooth по нажатию и удержанию одной из клавиш. Не знаю, какой на самом деле, но ждите, это будет круто. Что по железу, Wi-Fi 5 на 2,4,5 ГГц, Bluetooth 5.0, внутри Amlogic A113X, 256 МБ оперативы и 256 МБ встроенной памяти. Для колонки более чем. А еще 4 микрофона. Кстати, про распознавание голоса проблем не нашел, даже когда громко музыка играет, колонка все равно вас услышит. Что по поводу фишечек? Ну, во-первых, поддерживается сервис звук, там есть персональная музыкальная бесконечная волна, сказал игра и все пошло, миллионы треков в качестве Hi-Fi, и вот здесь тоже интересная особенность, потому что на большой колонке музыка воспроизводится именно в Hi-Fi качестве, если песня в нем доступна. То есть прям во флаке будет играть. Из действительно важных фишек, аналог моей волны, такой же, как у Яндекс.Музыки, ты просто говоришь салют, играй, и все, пошло-поехало, музыка работает, можно сразу ставить голосом лайки, дизлайки, и все будет подстраиваться автоматически под вас. Но мне интереснее здесь другое. Если из Яндекс.Музыки сейчас много альбомов и треков пропадает, из-за того, что права, правообладатели уходят, то в звуке, в Сберзвуке музыка, наоборот, появляется. И новые альбомы, и новые треки. Не знаю, как они это делают, но, видимо, нашли какую-то лазейку, и все заработало. Это хорошо. Небольшое уточнение. Появляется не все, есть не все, но, как я понимаю, со временем появится вообще все. Тот же новый сингл «Металлики» вышел, пожалуйста, «Лакс и Терна» можно послушать. Ну и самая полезная, и, наверное, даже гениальная фишечка на сегодня – это детектор шума. Функция, которая позволяет чувствовать комфорт от чувства контроля. О, как завернул. Как это работает? Колонка может распознавать шесть видов шумов. Лай собаки, плач ребенка, когда разбивается стекло, когда льется вода, хлопки, а также сигнализацию. И для чего же это нужно? Ну, как минимум, если у вас есть дети, вы поставили такую колонку в детскую, отошли в другую комнату, на другой этаж, либо пошли к соседям, и если вдруг ребенок начал плакать, то колонка немедленно это прослушает и пришлет вам уведомление на телефон. Ну, а остальное, понятно, если в отпуск уехали, стекло кто-то разбил там в квартире, то тоже придет уведомление. Тогда спрашивается, зачем хлопки? На самом деле, чтобы просто проверять работоспособность самой колонки. Плюс она записывает несколько секунд до происшествия и после, чтобы вы могли разобрать. Ну, либо если воры пришли вас грабить и тоже хлопать начали. Блин, я только понял сразу, где еще в бытовой жизни хлопки? Сразу на эту тему анекдот вспомнился. Короче, собрались как-то немец, русский и американец. И второй, палец в жу... А еще есть режим «Все звуки». Тогда вообще на все будет реагировать. Не советовало бы включать, если вы живете в шумном районе. Но с другой стороны, вдруг вот опять же в отпуск улетели, воры пришли и не хлопают в ладоши. Ну и, конечно, ассистенты «Салют» уже давно умеют работать с детьми. Они, во-первых, воспринимают детский голос, отличают его от взрослого, предлагают соответствующий контент, всякие развлекательные сказки, какие-нибудь специальные подкасты. Ну, в общем, много чего. Ребенок может сказать мне скучно. Но самое забавное, если дети уснули, то здесь работает режим шепотом. Салют, как слышно. Рад вас слышать. Забавная фигня. Ну и в конце концов, есть детский режим, чтобы ограничить ребенка от всякого непотребства, матерных песен, анекдотов. В общем, включить можно. «Умным домом» тоже можно управлять. Поддерживается 17 типов устройств. Куча различных брендов, включая «Акара». Это дочка Xiaomi. «Илайт» тоже Xiaomi. «Филлипс», «Хью». Кондиционеры «Дайкин». Ну и все, что вы видите на экране. А сами устройства. Это и выключатели, реле, датчики открытия, датчик движения, жалюзи, кондиционеры, лампы, обогреватели, раздвижные шторы, розетки, ленты, кнопки, термостаты, увлажнители, хабы, чайники. Развернуться с «умным домом» есть куда. Еще раз скажу, что можно одновременно несколько фраз просить, главное ставить между ними «И», то есть ты говоришь «Включи чайник», «И», «Выключи свет», «И», «И вот сколько угодно раз, насколько хватит у тебя умного дома». Все должно одновременно работать. А еще, опять же, в будущем обещают сценарии по хлопкам. Домой зашел вот так, шесть раз сделал, у тебя что-нибудь произошло. Ну и про большую. На этом все. Переходим к маленькой. Вот так выглядит коробка. «Салют» — это «Сбербалм мини». На ней написано. Внутри была сама колонка, да и зарядник тоже присутствует, но уже, извините, не Type-C, обычный DC. Значит, во-первых, все фишки, которые были в большой колонке, есть и здесь. Это и детектор шума, управление «умным домом», детские сценарии, вот о чем я рассказывал, есть и в этой колонке. Что касается дизайна. Да, он чутка мемный, но все равно своеобразный, достаточно симпатичный, отличается от большой колонки, плюс масса вариантов расцветок. Кстати, информация для размышления. Сейчас за всю команду Сбер-девайса, за разработку вот этих колонок отвечает человек по имени Дэн Филиппов. Раньше, напомню, этот человек занимался разработкой ассистента Алиса. Нужного кадра взяли в Сбере. Дальше смотрим. Пластик везде матовый, приятный. Кнопки управления совершенно другие. Например, посередине огромная кнопка лайка, чтобы было сразу понятно, ты вот так прожал. Все, лайк. Если ты удерживаешь кнопку, можно поставить дизлайк. Сверху кнопка еще волны, включить музыку. Нижнее запустить ассистент. Если будем удерживать, выключится микрофон и подсветится красным цветом. И согласитесь, немного колонка напоминает советскую радиоточку. Более того, ее можно повесить на стену, как и в те времена. Для этого сзади присутствует вот такой специальный разъем. Хоть гвоздь бивай, хоть на шурупы, но можно вот так повесить. И в таком режиме звук будет, на мой взгляд, поинтереснее, потому что будет тупо отражаться от стены. Так что пробуйте. Что мне тут пришло? Что по железу? Те же Wi-Fi 5 с поддержкой 5 ГГц и Bluetooth 5, процессором Logic A113L, 128 МБ оперативной памяти и 128 флэш-памяти. Микрофонов два, тоже хорошо работают. Звук 5 Вт. Сравним с Яндекс.Станцией Мини 2, а также с Яндекс.Станцией Лайт. Подключимся по Bluetooth, чтобы, опять же, на права никакие не попасть. Ну понятно, что звук ни в какое сравнение с большой колонкой. И с HomePod Mini мы, например, сравнивать не будем. Да, и у нас по стоимости все по-разному и по звуку тоже будет. Но главное, что не пердит на высокой громкости. То есть все достаточно четко. Так, Яндекс.Станция. Теперь Лайт. Ну я бы сказал, чуть потише и качество может быть на максимальной громкости чуть-чуть похуже. Но в целом, по мне, картинка достаточно одинаковая. Так, попробуем теперь Яндекс.Станцию Мини 2. Да, в станции побольше будет баса. Вот запасы громкости поменьше. Но вспоминаем, что маленькая версия Boom Mini стоит 4 тысячи рублей, а вот станция Мини 2 стоит уже 7 тысяч рублей. То есть практически в два раза, извините. Ну что, выводы? Преимущества маленькой версии очевидны. Это цена и сравнительно похожий звук на станцию Мини 2. Может быть, чуть похуже, но при этом погромче. И получше, чем у версии Лайт. Она стоит 4 тысячи рублей. Это прекрасно. Большая версия. Не буду говорить, что лучше станции, потому что будем честны. Алиса все-таки поумнее и салюта до сих пор. Рекомендации у Яндекс.Музыки будут получше. Но при этом в Алисе есть еще Zigbee и Matter. Но опять же, там 17 тысяч рублей, а здесь у нас 12 тысяч рублей. При этом звучит эта колонка лучше. И вы уже сами выбираете, что вам важнее. Какие-то преимущества по части ассистента, либо технологиям, либо звук и цена. Хотя салют работает опять же. Ну да, это не Алиса. Но если мы вспоминаем про серии и Google Ассистент, они, конечно, далеко уже позади именно наших отечественных ассистентов. Тупица. Ну, для русского языка, понятно. И, наверное, единственное, чего мне не хватило в SberBoom и в SberBoom Mini, это определение различных голосов. Потому что в семье несколько человек, у каждого свой профиль звука. И, конечно, хотелось бы, чтобы оно выдавало подборку для каждого персонально. Но это сейчас пилят. А так, жму руку SberDevices. Получились достойные устройства. В том году Sber продали совокупно там около миллиона устройств. Я думаю, вот с такими колонками уже в этом году они эту цифру легко удвоят. Потому что, извините, хороший ценник, хороший звук. Я думаю, народ однозначно подтянется. Это хорошая покупка. Но можно и выиграть же. Как всегда, необходимо подписаться на наш канал, если вы еще не подписаны. Поставить лайк этому ролику опционально. И написать любой комментарий. В YouTube мы разыграем большую версию. А вот в нашем Telegram паблики разыграем. Маленькую ссылку будет в описании. Переходите, подписывайтесь на паблик. Жмете кнопку участвовать. И все, участвуете. И на сегодня все. Такая история.